Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Я внимательно читаю комментарии, те, которые уведомлением мне приходят, все просматриваю. Насколько я поняла, кто-то выйдет даже из карантина раньше, чем выходим мы. Я очень надеюсь, что 4 мая Италия выйдет из карантина, и нам разрешат прежде всего свободу в передвижениях. Возможно, это будет свобода, ограниченная наличием маски, ограниченная обязательным наличием перчаток, как только мы покидаем свой собственный дом. Но все-таки я надеюсь, что мы сможем беспрепятственно гулять, передвигаться в том составе, в котором посчитаем нужным. И сегодня я решила выпустить видео. Возможно, видео-поддержка для тех, кто какое-то время еще останется в карантине, в изоляции. И я расскажу о том, чему я научилась в карантине, что же дал мне карантин такого хорошего. Прежде всего, хочу сказать, что я научилась гордиться собой за время карантина. Я поняла, да что ж такое? Я поняла, что я совершенно точно не паникер. И мне всегда казалось, что я не паникер. И в этой ситуации я действительно поняла, что у меня не было вот этого захватывающего чувства. Все пропало, что же делать, и как жить завтра, и что делать, как быть. И очень часто это чувство паники, которое на тебя, которое тобой овладевает, оно бесконтрольно. И оно, на самом деле, перекидывается на ближайших к тебе, на тех, кто рядом с тобой. Это прежде всего дети, это прежде всего муж, в моем случае, мог бы быть, которые, которые бы, скажем так, приняли часть этой боязни за завтрашний день. И, возможно, я бы начала срываться на них чаще. Возможно, они бы просто чувствовали мое беспокойство, и, не ощущая его сами, тоже бы начали беспокоиться. Поэтому я очень горжусь тем, что я, на самом деле, смогла сохранить вот это ощущение реальности. И я очень горжусь тем, что у меня не было ощущения на протяжении всех моих выходов на рынок, в самый разгар и пик карантина, не было ощущения, что я боюсь других людей, что мне хочется, чтобы они подальше от меня стояли. Я не ездила в лифте, но я и так не езжу в лифте. Я за то, чтобы при любой возможности по ступенькам подняться. Дети мои часто поднимаются по ступеням, и соседи мои часто поднимаются по ступеням, и мы все так делаем, потому что использование лифта стоит дорого, и неиспользование лифта ведет к тебе к хорошим, красивым бедрам без целлюлита. И, соответственно, могу сказать, что я и так не пользовалась лифтом, но если мне случалось встретиться в проходе с моими соседями, у меня не было ощущения, что сейчас я что-то там от них получу. И мы предложили нашей соседке, сеньоре Ане, она живет на два этажа, а не жена, сразу же, практически сразу же, помощь с закупкой продуктов. Я об этом рассказала, но видео так и не смонтировала. Это было видео о том, как можно подзаработать период карантина на деятельности, которая разрешена в период карантина. И там я рассказывала, как мы предложили сеньоре Ане покупать продукты, но она оказалась. Мы предложили вносить ее в мусор, но она тоже оказалась. Большая молодец. И это к вопросу о том, знаю ли я людей, которые пострадали от коронавируса. Нет, я не знаю. Более того, я рассказывала, что у нас в доме большое количество людей, что называется, преклонного возраста. Мне кажется, у нее реально 84 года. Большая она, молодец. Она, кстати, является крестной габрюшечкой, если я не ошибаюсь. Она именно договаривалась с местным пороком, с местным священнослужителем, как можно по-русски сказать, кто ответственен за приход, за то, чтобы габрюшечку крестели в католичестве. Тоже дискуссия была в комментариях о том, что от двух православных родителей, если они приняли католичество, ребенок не может быть крещен в католичестве. Могу сказать, что может быть крещен ребенок в католичестве, а двое родители православные. Это совершенно возможно. Ну, что-то я отвлеклась, как я люблю говорить. Вторая вещь, которую я поняла в период карантина, так это то, что, во-первых, я могу и мне нравится находиться, что называется, с прической, причесанной дома. Для меня стала привычка из-за того, что я записываю практически каждый день, хотя на самом деле я записываю каждые три дня, но выкладываю каждый день свои видео. Но, тем не менее, однажды уложенные волосы, я думаю, что любая красотка это подтвердит, они, в общем-то, укладка для длиться примерно до следующей помывки волос. Волосы очень гладкие, волосы отполированы брашингом, поэтому они не запутываются. Я поняла, что мне очень нравится, очень нравится иметь прическу на волосах. Я раньше к этому более просто относилась, более спокойно, но, видимо, возраст берет свое. И, соответственно, мне нравится вставать, принимать душ, мыть голову, сушить волосы и последующие дни ходить с красивой укладкой. Не знаю, мне нравится. Это повышает мое настроение. Поэтому по поводу прически совершенно точно я сделала определенные выводы. Я думаю, что эту привычку укладывать волосы я не потеряю, и когда мы выйдем из карантина, и наша жизнь обретет прежние ритмы. Готовка. Многие постевались, многие посмеялись над моей готовкой. Кто-то был очень признателен за мою готовку, за то, что я выкладывала контент. Мой муж сказал одна, что увидев, что я снимаю на кухне что-то, что я готовлю, он сказал, говорит, зачем ты это делаешь, зачем ты снимаешь? Он мне говорит, для видео, он говорит, ты это выкладываешь. И сказал мне, говорит, я всегда же знал, что ты без комплексов, но что настолько. На самом деле могу сказать, что моего мужа восхищают определенные вещи. Он не следит за каналом, часто тоже меня в комментариях спрашивают, Лиана, читает ли ваш муж комментарии. Нет, он не читает комментарии, хотя нет, иногда все-таки читает. Он помогает мне с почтой, я прошу его проверять свою почту, куда мне приходит большое количество, огромное, огромное количество предложений о сотрудничестве. На самом деле их очень много, но мало кто предлагает тебе хороший гонорар, все предлагают за бартер работы. И про что я говорила, про своего мужа. И он не смотрит мои видео. Только если я его прошу посмотреть видео, ну это, как правило, какие-то вставки с детьми, которые я классно засняла и монтировала. Соответственно, к чему я все это говорила? Он не смотрит мои видео. А, так вот, он сказал, слушай, жена, вот это без комплексов. И на самом деле это вот некая бескомплексность в том, что я выкладываю какие-то вещи, не стесняюсь о них говорить. Я вижу, восхищает моего мужа, что мне, конечно же, очень приятно. Опять потеряла свою... А, про готовку я говорила. Так вот, я усовершенствовала свои навыки готовки. Ну и мне, конечно, очень как блогеру приятно. Многие женщины на моем фоне себя почувствовали шеф-поварами. А те, кто таковыми не являются, почувствовали себя со мной в одной лодке, как я люблю говорить. Поэтому, вы знаете, я стала лучше готовить. Мне пришлось изворачиваться. Но, кстати, именно готовка выводила меня и до сих пор выводит из себя больше всего. У меня прямо такие мурашки по коже. Каждый раз, когда приближается, в особенности ужин, я уже уставшая. И я уже, ну, просто не знаю, что готовить. Опять же, дети у меня на безглютеновой в основном диете, безсахарной диете. Кстати, я сахар сократила, но сахар присутствует в рационе детей. Безмолочная диета, очень тяжелое, корми. Плюс один не ест мясо, другой не ест еще что-то. Ну, в общем-то, сами понимаете. Так, я очень горжусь собой, и я прямо-таки научилась делать это в карантине, изобретать из ничего контент. Я сделала два новых формата. Они мне показались интересными. Просто пока нет времени записывать, например, контент, где я обозревала сайты девушек и разбирала, как они одеты. Насколько я поняла, многим этот контент был интересен. Почему бы нет? Я сама получила удовольствие от записи подобных видео и собираюсь продолжить. Есть очень интересная героиня, она плюс сайс. И мне бы хотелось, мне есть что вам рассказать, на что обратить внимание. Ну и примерка, да, примерка так же, как когда-то стрит-стайл, что называется, не заходил. Я поняла, что примерка, и более того, мои комментарии. Если я раньше снимала стрит-стайл, мне говорили, Яна, снимайте красиво одетых людей. Яна, снимайте витрины, сами помолчите. И это, кстати, очень сильно выбивает из колеи молодого блогера. Когда у тебя 30 тысяч подписчиков, тебе говорят замолчать через каждый комментарий. А есть такие, которые прямо-таки не могут придержать свое мнение при себе. Это прямо-таки, да, это в твой голову уходит, и ты думаешь, не знаю, может, ты плохо комментируешь. Большое спасибо всем, кто поддержал этот формат. Всем, кто сказал, Яна, с твоими комментариями классно. Ну, мне тоже кажется, с моими комментариями здорово. Поэтому вот два новых формата родились как раз-таки в период карантина. И, опять же, формат с готовкой, это, может быть, новый третий формат, который тоже я подзапустила. Но вот могу сказать, что совершенно точно формат, который останется, это формат примерки, который как раз-таки родился из-за того, что, ну, фантазия моя бурная, а снимать что-то надо было. И, в общем-то, очень-очень я тоже этому рада. Так, с детьми. Вы знаете, удивительная ситуация. Очень многим, я думаю, было сложно с детьми на карантине. В особенности, когда ты не имеешь возможности прогуляться, когда дети мавятся. Но, тем не менее, у меня уже много лет, наверное, с тех пор, как мы начали возить Егора в школу, как он начал вот последние классы средней школы, как Габрюшечка начал ходить. Да, кстати, это ощущение получилось, появилось, точнее, когда Габриэль стал ходить в последний год сада и начал посещать секцию спортивную. Это очень интенсивный ритм жизни, когда ты чувствуешь себя водителем собственного ребенка, когда ты чувствуешь себя кухаркой на собственной кухне, потому что нужно приезжать и все делать быстро-быстро-быстро. Младшего покупать, старшему со старшим пообщаться, со средним тоже что-то поделать. Вот я его все время забирала и ждала на этих тренировках, потому что домой не вернешься. И это были очень интенсивные ритмы, я начала от них уставать, я была к ним готова, потому что со старшим ребенком это проходили. И вот сейчас, в особенности, когда Габрюшечка начал учиться в другом городе, в Паду, и нам пришлось его возить, как фактически твой день свободный, он до 2.30 часов, потому что потом до 2.30 часов дня, как я заговариваюсь, до 2.30 часов дня, и потом тебе нужно ехать, и все, потом твой день уже не свободен, уже быстро-быстро-быстро забрал, привез, уроки сделал и так далее. И я могу сказать, что я отдохнула, в особенности, со своими детьми. Вот это вот эти ритмы, когда тебе, в общем-то, нечего делать, некуда спешить. Я говорила, они очень отличаются от летних каникул, когда тебе скорее-скорее нужно на отдыхаться, на побываться на море, на купаться на море, провести время у бассейна, потому что лето короткое, здоровье нужно запастись на целый год. Это нужно, 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 нужно выйти пораньше, пока не жарко, нужно вернуться пораньше. Дети не хотят, пока солнце не начало печь очень сильно, и никто не получил тепловой удар. То есть, вечно нужно, нужно даже в каникулы. Оно очень поддавливает, могу сказать. Мы еще бегаем, поэтому бегаем по утрам, все с семьей. И Данечка бегал в прошлом году тоже, либо я катала его на велосипеде, сама не бегала, он не бегал. Иногда мы бегали с ним в медленном ритме, у нас еще была коляска, мы иногда с коляской ходили. Ну, вообще, долгая история, это все приводило к тому, что, опять же, с утра пораньше нужно поскорее, поскорее, пока не жарко. Потом нужно поскорее, поскорее приготовить завтрак. И это были бешеные ритмы. И могу сказать, что я отдохнула, как написала одна моя зрительница, она тоже живет в Италии. Я отдохнула. Вот это чувство, что тебе никуда не нужно, и ты никому ничего, по крайней мере, здесь и сейчас не должен. Это чувство позволило мне отдохнуть. Более того, это чувство, я думаю, я бы никогда не смогла испытать, если бы не карантин. И это чувство, на которое я буду ориентироваться, так же, как человек, который практикует минимализм, некую свободу от стереотипов и так далее, и так далее, я на это чувство неспешной жизни буду ориентироваться совершенно точно. Хотя, опять же, спеши, не спеши, если ты в социуме активен, то есть ты посещаешь определенные места, работаешь, твои дети также ходят в школу, в сад и так далее, ты вынужден подчиниться этим ритмам, даже если ты не хочешь. Это так же, как с прививками. Часто меня спрашивают, Яна, как вы относитесь к прививкам? Вы знаете, как бы я к ним не относилась, я не готова перевести своих детей школьного возраста на домашнее образование. Школу в Италии нельзя посещать, будь то частная школа, либо государственная, если ребенок не привит по итальянскому календарю прививок. Так, отношения с мужем. Я человек. Баттер-карите у меня куда-то сюда запал. Кстати, дорогие блогеры, если смотрите меня, вот такой вам лайфхак перед записью видео, мазать губы маслом, я мажу ваттером щи, потому что очень сильно сохнут губы, и постоянно их облизываешь, это некрасиво в кадре, либо ты стесняешься это сделать, а губы сухие, говорить невозможно. Так, отношения с мужем. Я на самом деле человек, который привык жить с мужем на две страны, и для меня всегда большое испытание. На самом деле столько людей гуляют в парке, вот на скамейке сидят, поехали без масок, детская площадка вся занята. Давайте я переключу, покажу вам. Ракурс, возможно, не позволяет, и удаление также, но весь парк у нас в людях. Сейчас я тоже пойду на прогулку. Отношения с мужем. Я человек, который привык и любит жить на две страны со своим мужем. Меня не тяготит минимальное общение с мужем, потому что, как я сказала в одном из своих видео, я кошка, которая гуляет сама по себе. Поэтому у меня очень сильно развито чувство долга, чувство материнства, как написала одна моя зрительница, посмотрев даты моего рождения. Это все действительно про меня. Но, тем не менее, в общем-то, меня не тяготит. И не тяготила никогда. Не тяготили никогда редкие встречи с моим мужем, потому что он видел мою семью, меня, точнее, и ребенка старшего, а потом и гаврюшечку, гаврюшечку новорожденного. Наверное, вот раз в какие-нибудь три недели это было хорошо. И, если честно, я подумала, о боже, 24 на 7 со своим любимым мужем, что же делать, как же быть. Но, вы знаете, как-то прошло на самом деле все спокойно, и у меня не было никакого раздражения. Я надеюсь, у моего мужа в отношении меня так же. Мы очень здорово все жили этот период, очень дружно, и вот прямо без каких-то таких, знаете, истеричного вот этого накала, который, мне кажется, многие семьи посетил. Не знаю, не могу сказать, но у нас все даже, скажем так, улучшилось. И я рада, что мы оба, возможно, входили в карантин с этой боязнью проводить, что называется, бок о бок время, так много времени вместе. Но все прошло хорошо для нашей семьи. Ну и последнее, день рождения. У меня сегодня день рождения. Большое спасибо всем, кто начал поздравлять меня 21 числа. Я знаю, откуда 21 числа, потому что в какой-то соцсети я, знаете, такой шарик, который нужно прокатывать, чтобы зарегистрироваться. И у меня все время он куда-то уходил, в итоге я ткнула на 21. И так и получилось, что у меня 21 числа в какой-то соцсети я зарегистрирована, как мой день рождения. Большое спасибо всем, кто помнит, еще с прошлого года, когда мой день рождения. Большое спасибо всем за поздравления. Мне было очень приятно их прочитать и получить. И могу сказать, что я человек, который не любит праздновать свой день рождения. У меня такое ощущение, что я, как принято говорить, должна проставиться. Я торт всем должна, при этом я должна его поехать заказать, его забрать. Я торт вообще не люблю. Я не люблю, на самом деле, сладкое. А вот сейчас я человек, который не любит именно сладкое. То есть, я просто к нему равнодушна. Я не хочу есть этот кусок за себя, за маму, за папу, за детей и так далее. Поэтому я рада, что мой день рождения пришелся на карантин. И я провела его так, как я хочу. Никакого праздничного ужина, никакой объедалки. Никакого заказа места, опять же, наряжаться, не наряжаться. Очень часто в мой день рождения, сегодня прекрасный солнечный день. Но очень часто в мой день рождения идет дождь. И ты, в общем-то, никуда собираться не хочешь. С утра встала, хочешь полежать. А в итоге должна детей собрать. Ну, прям должна, должна. Свой собственный день рождения, ты всем вокруг должна отпраздновать его. Я очень рада, что в этот раз, фактически, мы день рождения, мы как-то так и не праздновали. Я получила свою орхидею с утра, кофе в постели, шарики от детей. Мне было очень приятно. Для меня этого более чем достаточно. Кстати, на это я запишу видео, как я собиралась провести свой день рождения. В этом году я собиралась его отпраздновать. На самом деле, долго не было такой возможности, в связи с тем, что дети маленькие. Но получилось, как получилось. В итоге никто не знал, что мы войдем в такой строгий карантин. На этом с вами, дорогие зрители, прощаюсь. Я всем желаю выйти из карантина все-таки с положительным багажом. Возможно, не очень приятными воспоминаниями, но все-таки с неким самопознанием, действительно. С неким новым взглядом, прежде всего, на нас самих. С положительным взглядом, конечно. Это была Инна Скворцова. Всем пока-пока.